Дина, привет! Привет! Я так рада видеть тебя. Слушай, я сегодня подумала об этом, что уже прошло два года. Два года прошло после того, как мы с тобой впервые познакомились. И, наверное, года полтора уже как-то закончили работу. Вообще просто время как бежит. Время бежит, да. Я тоже очень тебя рада. Вижу твои посты, вижу всю информацию, которую ты выставляешь, с интересом читаю. Но уже как бы я со стороны. Ну да, ты уже по другую сторону баррикад. Я уже ветеран, подскажешь. Дина, расскажи немножко о себе. Мне 47 лет. Живу я в Калифорнии, в Лос-Анджелесе уже 25 лет. Ну, не в Лос-Анджелесе 25 лет, но в Америке, скажем так, живу 25 лет. Кстати, очень интересно. Я недавно подумала о том, что здесь я уже теперь живу больше, чем жила там. Представляешь? То есть, как бы по времени, да? Большую часть жизни. Большую часть жизни, да. В данном... Сейчас я не работаю. Я работала всегда, понятное дело. Как здесь можно не работать? Сейчас я студентка. Я учусь. Вот. Поэтому... Вот немножко обо мне. У меня двое детей, сыну 26 лет, дочке 14. У меня и двое котиков. Вот так вот о себе. Класс. Дина, расскажи немножко, знаешь, вот именно свою историю. Я помню, как ты ко мне пришла. Я даже помню, это первое сообщение, как ты написала. Так дальше продолжаться не может. Я так запомнила эту фразу. Вот. Мы с тобой познакомились в 2018 году. В 2018 году. Это как раз был только седьмой поток моего курса. Вот. И в тот момент мы с тобой начали работу. Собственно, с него начали. Расскажи вообще, вот у тебя был тогда вес 72. У меня был вес 72. На тот момент, когда я не начала курс, а когда я связалась с тобой. То есть когда мы уже... Да. То есть вот до, скажем так, до бесплатной недели. Это был всегда твой комфортный вес или у тебя он был меньше? Вообще, вот какая у тебя история веса была? Интересная. История веса у меня, значит, такая. Я... Это не... Этот вес, конечно, был некомфортным для меня. Потому что я никогда... Извини. У тебя рост небольшой? У меня метр шестьдесят пять. Метр шестьдесят пять. То есть как бы средний рост, да? Не низкая, вроде и не очень высокая. Но я никогда не страдала лишним весом. То есть как бы были периоды в жизни. Там после беременности. Да, понятно. После того, как я родила, допустим, детей, у меня был... Понятно, был лишний вес. Но он как-то уходил очень... Причем после первых... После того, как я родила сына, это было очень быстро. Все вернулось в свое русло, да? Скажем так. А когда я родила уже девочку в тридцать пять лет, мне уже было очень тяжело. То есть я уже как бы... Вот то, что я набрала на тот момент, мне было уже... Я, конечно, сбросила, но не все. И все равно я уже не вернулась к тому весу, в каком я была. А в каком ты была? Ну, вот когда... После того, как я родила Никол, у меня был вес где-то семьдесят восемь, семьдесят шесть. То есть это был, конечно, это был не мой вес. Это был не мой вес. Какой комфортный вес? Вообще мой комфортный вес всегда был где-то пятьдесят пятьдесят один килограмм. И после вторых родов ты уже до какого-то веса все равно восстановилась? Я восстановилась до шестидесяти одного, до шестьдесят два, шестьдесят один килограмм. Но потом как-то так плавненько я стала набирать, уже никого не рожая. И как-то это все воспринималось, знаешь, вокруг, по всякому случаю, все говорили, ну, слушай, ну, что ты хочешь? Уже тебе там не пятнадцать лет, не восемнадцать лет, ты уже родила двоих детей. То есть как бы это нормально, да? И где-то я себя, в общем-то, кормила тем, что да, это нормально, но внутри голос говорил, что нет, это ненормально. То есть это от того, что ты родила детей, от того, что тебе, допустим, там не восемнадцать лет, а мне не значит, что вдруг этот вес должен стать комфортным. Но я же себя вижу в зеркале, правильно? То есть я все равно себя, я себе не нравилась. То есть я, вот, несмотря на то, что прошло уже много лет после того, как я, допустим, поправилась, да, вот этот вот, то есть, ну да, поправилась, ты знаешь, я все равно по привычке хватала в магазине размер эску. То есть и когда я начинала, естественно, даже не могла до колен, то есть до колен, может быть, доходила, а дальше уже никуда не шло. И у меня это был настолько такой, знаешь, я была все время в таком каком-то недоумении, ну как же так? Потому что я вроде себя ощущала, ну вот как всегда была такая легкая, тоненькая, вдруг вот такое, да. И ты знаешь, ну на самом деле не хотелось ничего покупать. Да, и настроение как-то так, скажем так, в большей части подавлено, подавлено было. И на тот момент это, знаешь, моя родственница мне как бы решила помочь, и она мне сказала о том, что давай сократим калории. И это, наверное, я, конечно, там в течение всей жизни, ну кто не пробовала, на каких диетах там не сидела, да, гречку ела, там кефир пила там неделю, там еще что-то. Ну как бы как начиналось, так все и заканчивалось, то есть, ну чем заканчивалось? С рывом, как всегда. И тут она мне предложила, значит, вот сократить калории. И мы сократили их с ней до 500 калорий в день. То есть, ты понимаешь, да, то есть это, ну скажем так, ну что воздух глотаешь, что еду, практически одно и то же. Я похудела, я похудела, но я похудела. Извини? Как долго держала это? А, в смысле, вес как долго я держала? Как долго держала 500 калорий в день? 500 я держала, наверное, месяца 4. Да. У меня полетел организм просто ко всем, не хочу говорить к чему, то есть головные боли. Да и вообще вид у меня был, да, я похудела, но у меня был вид болезненного человека. То есть меня спрашивали, меня, так знаешь, со страданием в голосе, с жалостью спрашивали, а у тебя все в порядке, знаешь, не приболела ли ты, а как давно ты обращалась к врачу. Ну, понятно, даже сейчас, когда я смотрю на эти фотографии, видно, что человек нездоров. У меня страшно стали выпадать волосы, ну, вообще все как бы, знаешь, но вот эта вот заветная цифра на весах, она, конечно, скажем так, это я еще долго продержалась, просто потому что я, если я себе поставила цель... Потому что ты стержень, да, я знаю. Да, вот мне сказали, мне сказали, что вот так надо, вот я вот так буду, и я себе закачала эту программу, это вот фитнес, как он называется. Фитнес-колы. Да, да, да. И вот поэтому, значит, я все сканировала, все не взвешивала, именно сканировала и все это самое, и все, надо было вложиться в 500 калорий. И через 4 месяца я это дело бросила, потому что мне просто, правда, я плохо себя чувствовала, я оставила и резко начала набирать, то есть как бы даже не резко, но так потихоньку, потихоньку, потихоньку и все. И после этого, наверное, год прошел, и я, что бы я ни делала, какие бы я там гречками не питалась, даже опуская калории, я все равно, у меня вес никуда не уходил. То есть он и вроде и не шел уже, то есть он дошел до 70, да, там он стоял, но вниз он уже не шел, то есть сдвинуть его было невозможно. И я тогда себе придумала такую, вот знаешь, долго думала и придумала очень умную вещь, думаю, давай-ка я буду есть там один раз в день, но много, вот знаешь, вот прям вот от души. И я, значит, да, я завтракать, я не завтракала, я тогда работала, и вот где-то в 2 часа дня во время обеда, значит, на работе я ела, причем я ходила в кафе, я брала жареную картошку, я брала там, ну все вот такое вот, знаешь, вот очень полезное, полезное, да-да-да, хлеб и все. Я наедалась, и все, после этого я не ела до следующих 2 часов дня, то есть у меня вот было такое, ну то есть это издевательство, конечно, когда я сейчас уже думаю об этом, я не знаю, я благодарю Богу, что я, конечно, что я сейчас сижу и даю тебе вот, понимаешь, так сказать, интервью в живом виде, вот. Слушай, а как это сработало? Потому что я слышу, что многие, как бы, приходят мыслями вот тоже к этому, что один раз в день поем плотненько, а потом я нормально себя чувствую, ну это как будто похоже на интервальное голодание, но не совсем оно. Вот как это у тебя сработало? Какой вот опыт был? Ты знаешь, опыт был такой, что я есть-то на самом деле и не хотела больше, то есть после приема пищи вот этого, да, тяжелого, большого, огромного количества еды, которую я поглощала, мне есть не хотелось. Причем меня поташнивало, то есть я чувствовала себя неважно уже где-то часам к шести, к семи, но есть я уже тоже не хотела, то есть я и есть не хотела, но чувствовала, что у меня, знаешь, вот там прям все вот тянет и тянет. Ну помимо всего прочего, я, конечно, видимо, с этими 500 калориями и с этими вот этими одноразовыми питаниями здоровыми, я посадила себе желудок конкретно, то есть у меня жуткие были боли до такой степени, что мне пришлось идти к врачу и было подозрение на опухоль, потому что пищевода, потому что я все, что не глотала, это все вот с болью, все проходило, то есть, понимаешь, да, каждый глоток, все, я даже не могла уже есть такую твердую пищу, вот. Ну, в общем, это нехорошо. Воспаление, да, получилось? У меня, да, у меня воспаление получилось, у меня повышенная кислотность была, и у меня постоянно была ангина, и вот представляешь, как интересно, у меня была именно ангина, вот помимо боли в пищеводе, и никак не могли понять, что происходит, не выписывали антибиотики, я ездила даже в госпиталь, потому что я глотать не могла уже ничего, и они уже стали подозревать, что хорошо, там все вроде, ну, повышенная кислотность, понятно, но что с горлом, тоже что-то не то, да, вот. А оказалось, что у меня настолько сильная кислотность, что эта кислота поднималась наверх и разъедала мне, то есть, воспаление у меня было в горле, можешь себе представить. Вот, и это все благодаря вот этим вот 500 калориям, одноразовому питанию, и при всем при этом я не пила воду вообще, то есть, я могла выпить там, я не знаю, полстакана воды, может быть, раз в три дня, раз в четыре дня, то есть, я пила чай, кофе, и все. Я никогда не увлекалась кока-колами, пепси-колами, я никогда этого не любила, но вот чай, кофе, ну, ты же понимаешь, если ты не пьешь воды, то считай, что ты не пьешь вообще ничего. Кофе никак уж не заменяет, вот. Так что, это, ты знаешь, я просто отделалась легким испугом, на самом деле, и я, знаешь, когда ты думаешь о том, что это может еще аукнуться тебе там, знаешь, это же все сразу не проявляется, я все время со страхом думаю, что же я с тобой делаю, это же может серьезно вообще потом мне напомнить о моей глупости. Поэтому я, когда сейчас слышу, вот, знаешь, среди знакомых, там, своих подписчиков или просто друзей, все-таки, ты знаешь, удивительно, здесь какая-то даже, по-моему, доля мазохизма присутствует, то есть, люди готовы себя мучить какими-то совершенно нереальными диетами, которые просто, вот, ну, это жестокое обращение с собой, понимаешь? И, ну, вот, например, правильное питание, когда им начинаешь рассказывать, что можно есть все, но можно есть правильно, ну, как уже, как уже я теперь знаю, да, благодаря тебе. И у них, знаешь, у них сразу меняется лицо, и они говорят, нет, это очень сложно, я не могу. Ой, да это все я знаю, мне бы какую-нибудь диету, это я знаю, честно, это уже не новое. Да, 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 да. Слушай, когда ты пришла ко мне, что тебя, ну, сподвигло уже в этот момент действовать, сколько у тебя уже, считай, было разных опытов, да, не совсем позитивных и положительных, что вот тебя натолкнуло опять попробовать? А, я подписалась, я открыла твой фау. Кроме моей харизмы. Я говорю, кроме моей харизмы, говорю, что? Кроме моей харизмы, да. Доброты, душевной харизмы. Ты знаешь, я подписала, я открыла страничку в Инстаграме, и, знаешь, сразу такой поток, это как бы для меня была новая совершенно такая платформа, да, и начал поступать этот поток информации, то есть как бы я никогда вообще, например, на Ютьюбе даже не обращала внимания ни на таких блогеров, которые там что-то пропагандировали, идиотологов, я ну как бы вообще это мимо ушей пропускала, вот. А тут я, знаешь, сразу вот как-то, ну, в Инстаграме это идет, приходит, и волей-неволей ты там, знаешь, прочтешь. Но до того, как я нашла тебя, я купила куклу. Началось все на самом деле с куклы. Я купила куклу у девочки из Екатеринбурга, вот, и как-то потом, знаешь, я была подписана на нее, и в одном из ее постов я прочла о том, что она вот, наконец, сбросила те вот эти вот килограммы, с которыми она очень много лет боролась, и она вот рассказывала о тебе. Мне стало очень интересно, я, значит, полезла к тебе. Ну, я, значит, посмотрела, послушала, там что-то какие-то фотографии, до-после, думаю, эх, и все, и ушла. Потом, значит, ну, я на тебя подписалась. И вот потом ты, знаешь, вот как-то вот, что-то так одно прочла, думаю, дай-ка прочту, потом другое. И в какой-то момент кликнуло, что, подожди, это что-то не то, то есть это не то, что обычно мне предлагали, и не то, что я когда-либо, допустим, сама, да, делала. То есть я смотрю, что тут никакого жестокого обращения, никакого жестокого обращения к себе не будет. То все как бы логично. То есть и что меня больше всего подкупило, это то, что это не будет четырехнедельным питанием, это не будет каким-то вот временной, да, так как какой-то меры. А что, это говорилось о том, что это будет уже, это вот так правильно. То есть это переход будет, должен быть, во всяком случае, да. И я как-то так, знаешь, ну я все-таки немножечко еще подумала, вот, потому что столько, настолько много информации, и я практически, ну каждый раз разочаровывалась. И тут вот что-то вот, ну не могу я тебя ни на чем поймать, но все правильно, ну вот месяц правильно, два месяца правильно, и наступает тот момент, когда я теряю работу. То есть я ухожу с работы, вернее, меня ушли с работы, но неважно, да, очень такая тяжелая была ситуация у меня в жизни. И ты знаешь, у меня как, я не знаю, вот я сидела просто вот там через день после этого, через два дня и думала, так, надо начинать что-то новое, надо начинать новую жизнь. И опять попадает мне на глаза твой пост. И вдруг у меня кликает в голове, надо привести себя в порядок вначале. И не только для того, чтобы хорошо выглядеть, а вот просто привести себя в порядок. И мне показалось, что на тот момент, и это так и оказалось, что если я это сделаю, то у меня все наладится. То есть вот сейчас у меня какой-то звонок такой был, вот вдруг я теряю работу, и вдруг ты появляешься опять у меня и думаешь, так, надо сделать. Вот сейчас у меня есть время, знаешь, сейчас уже не будет никаких этих отмазок, что у меня там на работе, что у меня там времени нет и так далее. Я это сделаю. И тогда я тебе написала первый раз. И я очень ждала твоего ответа. Почему-то я думала, что ты мне напишешь какой-то, я не знаю, там, с овациями, что какая же ты молодец. Хотя бы все мои люди, с которыми я работаю, хотя бы все так питаются. Я тебе написала, что я ем раз в день. И что я там, не знаю, а потом к тому моменту, когда я тебе написала, я уже даже и курицу не ела, то есть не жареную картошку. Я только ела хлеб с маслом и с сыром. Вот это моя еда была. Я думаю, наверное, она скажет, какая сильная девочка. Она ест только раз в день. И я получаю от тебя такое... Не, ну это вообще... Там типа вот такого, знаешь, что... То есть даже ты как-то... Смой благотворчен, знаешь, что типа вроде незнакомый. Ты плохим словом написать не можешь, но слов нет, знаешь. То есть как бы, ну это же безобразие. Вот. И вот так мы с тобой начали. И это, кстати, было у нас, вот как я сегодня распечатала, потому что все забывается. И да, я вот хочу сказать, что я распечатала сегодня. Знаешь почему? Потому что время проходит. И это, знаешь, как у этих рыбаков. Рыба, которую они ловят, самая вот такая вот. У людей, которые там что-то там чего-то достигли, у них вот все вот такое вот. Но чтобы не перевирать, знаешь, цифры и все, потому что время проходит и могут рождаться легенды. А легенды нам не нужны. У нас не нужны, потому что реально есть, ну вот, результат. Поэтому мы будем исходить из него, да. И я начала, значит, знаешь, когда я начала? Я начала 9 июля. Да, да. По-моему, 9 июля. Вот это я сейчас, вот это я не написала. Я не знаю, почему я не написала. Но, в общем, 9, я помню, что это был июль. Я просто расскажу зрителям. Дина распечатала письмо, которое у нас на первой неделе курса, где мы пишем цель свою очень подробно. То есть, чего ты конкретно хочешь, да. Там килограмм в кантиметр, как жизнь изменится, когда действительно ее достигнешь. То есть, для того, чтобы проникться вот этой мотивацией, чтобы не просто было там 5 килограмм «хочу похудеть ради похудеть», а чтобы вот «хочу похудеть ради чего-то», и чтобы вот эта мотивация действительно была очень мощной, чтобы она вас держала долго, вот мы пишем такое как бы письмо себе. И вот Дина как раз мне много говорит, что, говорит, распечатала, говорит, письмо из прошлого. Да, и очень было приятно его прочесть, потому что я как бы его не перечитывала. А тут вдруг, знаешь, я подумала, что это будет очень интересно. И вот я пишу, то, что я пишу, понятно, да, что на тот момент я хотела этого, но я в это не могла поверить. Ну, как бы для меня это было совершенно нереально, знаешь, там, ну вот как так такое может. Но, как ты нас учила, если ты поставишь цель, то ты волей-неволей будешь как бы стараться ее достичь, да. И вот тут я пишу, что я, так, я, естественно, его читать сейчас не буду зрителям, но я пишу о том, что я вот хочу вернуть себе свою легкость, что мне не нравится то, что я вижу в зеркале. Мне не нравится тот силуэт, который я вижу в витринах, магазинов. Это не я. То есть вот я пишу, что это не я. Я перестала себя уважать за то, что я запустила себя вот так, махнула на себя рукой. И вот я пишу, что у меня реальная цель из размера L, потому что я была в размере L, перейти в размер S. И когда я это писала, я помню, что мы думали, что не может такого быть. Многие, как многие пишут, знаешь, я написала, конечно, вам вот это домашнее задание, но, честно говоря, я... Да, честно говоря, да. Вот. И ты знаешь, я ещё очень боялась того, что как бы возраст идёт, и чем ближе я буду подходить к менопаузе, тем сложнее мне будет вообще что-либо изменить. То есть у меня вот этот страх был. Хотя даже... Хотя сейчас вот после курса, и ни одного курса твоего, я знаю, что даже во время менопаузы это тоже возможно. Это всё миф. Конечно, происходят гормональные изменения. Конечно, это не... Будут какие-то изменения. Но если придерживаться такого правильного питания, оно не будет таким вот прямо, когда, знаешь, явным. То есть там может быть что-то там, знаешь, но... Кто сказал, что женщина должна обязательно прибавить 20 килограмм? Я даже не знаю. Вот интересно, кто это сказал, знаешь. И людям очень удобно в это верить. Да, да. Я придумал мне оправдание своей лень. Как оправдание, да? Ну, у меня возраст, а у меня дети. А у меня там, я не знаю, машина там удобная, я не хожу. А у меня там я за компьютером сижу. И, кстати, здесь я пишу о том, что я сижу всё время за компьютером. И вот что вот я это самое. И я пишу, что я готова следовать всем правилам и урокам. И что я плохо себя чувствую. Ну, то есть как бы я всё это описываю, да? И у меня вот здесь самое главное. У меня написано, что на 1 августа я хочу видеть на весах. Ну, я тогда замахнулась, конечно. Но я... Помню, что я дошла. Это 63 килограмма. Вот у меня написано. А к 1 сентября я должна достигнуть 50-58. То есть вот у меня вот такой вот... Ну, как-то так вот я написала. Это вот у меня смарт, вот мой первый. И ты знаешь, я помню, когда ты нам дала это домашнее задание. Меня это даже где-то немножечко... Я думаю, ну, потому что я в какой-то школе учусь. Что это какие-то домашние задания. На самом деле это всё так важно. Вот на том этапе, вот на том, когда ты начинаешь что-то делать. Особенно, понимаешь, когда от этого... Это же на самом деле это да, это участие, я думаю. Это же всё так легко. На самом деле это нелегко. Потому что ты меняешь вот здесь. Самое главное поменять здесь. И это тоже работа. Это работа, это труд. То есть ты не должен полениться, ты должен взвесить, ты должен рассчитать, ты должен всё это приготовить. То есть вот болит голова, не болит, есть у тебя время. Нет, ты должен это сделать. Какой результат был у тебя за курс? Извини. Какой результат был у тебя за курс? Это 68, 63 килограмма. 64 килограмма у меня был на конец курса. На минуточку. На минуточку. Но они же, они же, это кажется, что вроде, да, 4... Я помню, когда ты нам объясняла, когда там, помнишь, в панику попадали. Ой, только 100 грамм ушли. Ой, только там 50 грамм ушли. На самом деле, правда, если подумать, жир какой лёгкий. И сколько его надо, чтобы он вообще показался там на весах, да, что его нет. Поэтому, да, это было, конечно, заметно. Но вот за всё время, то есть вот от начала, потому что я потом пошла на марафон на один, на второй, потом ещё, по-моему, раз я была на второй, да. То есть в общей сложности за всё это время я потеряла... Тогда я весила 48 килограмм. Я сразу... Ты старалась. Да. Я сразу предупреждаю, что я после 48 килограмм прибавила. Но прибавила я не потому, что у меня были срывы, не потому, что у меня, значит, там, я что-то не так делаю и теперь прибавила. Нет, я прибавила сознательно. То есть... Подняла колораж просто? Да, я немножко подняла колораж, потому что у меня ещё совпало тот момент, когда я сбросила вес, я пошла учиться ещё одновременно. И у меня там уже не просто полезное питание, само собой. Я там готовила себе сырнички вот эти вот наши любимые, потому что как бы их не нужно разогревать. И вот я там, если весь день была, я там делала себе на 2-3 порции. Ну, как бы хотя бы я ничего не, знаешь, не нарушала. Вот, и сна не было. В общем, весь режим, конечно, был. Я просто отперег... Да, я сбросила просто реально так уже просто, потому что я нервничала. Это был первый мой месяц. Я 158 лет не училась. И тут, знаешь, я вообще в Америке как бы в колледже никогда не училась. Я училась, там брала какие-то курсы, но не более того. И этот стресс был колоссальный. И я просто, видимо, на фоне этого стресса сбросила, да. Но... Что-что? Что у тебя сейчас нет? 57 килограмм. То есть я им довольна. Я не хочу 48, я не хочу 40 там... Еще 58, 57. То есть он у меня так вот... Сама я уже знаю, что там если что-то прибавляется, там понятно, я иногда меньше воды пью. Или что-то солененького на ночь там поила, знаешь. Вот, но там 57-56 килограмм, это идеально для меня просто. Ну вот знаешь, люди переживают, вот, и как бы говорят, ну ладно, там похудеть, похудела, там попробуй удержи. Вот ты удерживаешь свой вес уже полтора года. Вот насколько тебе тяжело дает удержание. Там ты продолжаешь все взвешивать, носиться там с контейнерами. Или это, ну по-другому, вот мне просто, ну поделись, я знаю как это, просто поделись девчонками. Я знаю, что первый год я носилась с контейнерами, после этого я взвешивала все. Сейчас это настолько вошло в норму, что я даже, я иногда даже, у меня, естественно, весы остались, куда-нибудь делись, но иногда я все-таки взвешиваю какие-то продукты, которые такие, знаешь, скажем так, жирненькие. Вот я их взвешиваю, которые я не часто ем. А то, что вот я, допустим, там, бугу, там, рис, там, кур, я уже на глаз знаю, сколько в моей курсе. То есть я, знаешь, у меня такая еще, я всегда чуть-чуть не доложу, совсем немножечко. Мне лучше чуть-чуть не доложить, чем переложить, знаешь. Вот. Я первый год, да, наверное, я все-таки еще вот такая. Это как раз, когда мы еще работали над веками. Да, а вот сейчас я крайне редко использую весы, то есть и я тебе хочу сказать, что у меня реально произошло настолько вот этот переход, то есть я к тому питанию, которое у меня было до того, я никогда уже не перейду это точно. Изменение весового поведения. Я не могу, то есть ты знаешь, я вот просто физически ощущаю боль вот в желудке, когда я смотрю на жареные пирожки в масле. Я не могу это есть. Я правда не могу это есть. И я не могу сказать, что я была каким-то там, какой-то там сладкоежкой сумасшедшей. Но, например, помнишь, вот я тебе рассказывала вот это, как же, как я могу без зефира жить? Вот как, вот как, вот вообще, как это возможно? Ты знаешь, спокойно я захожу в русский магазин, где полно этого зефира, я даже не смотрю на него. Я могу себе позволить иногда и сладкое поесть, там что-то домашнее, опять же, бедочка, да, допустим. Или я что-то испекла, или мама моя там что-то приготовила. Я могу, но это не, это знаешь, не то, что вот, ой, ну хотя бы вот сейчас кусочек, знаешь, вот сейчас вот поем, вот, а потом неделю есть не буду. То есть это как-то нормально, то есть вот я поела чуть-чуть, вот просто вот с удовольствием там с чаем попила, и все. То есть на этом все заканчивается. Я потом не бросаюсь, не доедаю вот этот, всю вот весь этот противень. Это уже, знаешь, чисто интуитивное питание. Вот ты сейчас рассказываешь, это прямо вот самое настоящее интуитивное питание, о котором все говорят. Вот это прямо реально то, что ты говоришь, я чувствую, что мне хочется, сколько мне хочется, вижу свою порцию. Это прямо вот один в один. Это, знаешь, тот высший пилотаж, к которому мы должны, в принципе, прийти. Субтитры сделал DimaTorzok